Один из самых опасных участков дороги по количеству аварий в Сухоми считается район вокзала. Люди перебегают улицу в любом удобном им месте. Кроме того, парковка автомобилей хаотичная. Желающие купить горячий хлеб паркуются вдоль дороги, создавая пробки. Здесь нередко происходят аварии. Погибают пешеходы, водители и пассажиры авто. Два подземных перехода, ни одна из них не работает. Нет светофора. Из-за того, что район стадиона, рынок, там хорошая дорога, все стараются оттуда выезжать. Почему мы сегодня здесь собрались, я понимаю, что это связано с финансом, но я думаю, что дороже жизни наших граждан, нашего народа ничего нет. Глава правоохранительного ведомства Рауль Лолу вместе с начальником управления транспорта столицы осмотрел переходы в районе вокзала, где за последние годы произошло множество аварий. Сколько человек здесь погибло за последнее время? Самое большое у нас было ДТП, когда 4 человека стояли на остановке и сбило машину. Где стояли на остановке? Это было вот здесь вот буквально год, даже больше назад. В бюджете заложили мы на устройство светофорного объекта. Сколько стоит светофорный объект? В районе 500 тысяч. Сколько 500 тысяч? Подземный переход в удовлетворительном состоянии. Необходимо только установить освещение и покрасить, а по обочине дороги вдоль тротуаров установить металлические заграждения, которые помешают желающим бегать через дорогу. Далее осмотрели район автозаправки, где также часто происходят аварии. Выехать на главную дорогу – почти потвик. В утреннее время, когда трасса забита, это абсолютно невозможно. Водителям приходится подолгу простаивать, либо нарушить правила и ехать дальше. Здесь решено установить светофор. В целях осуществления безопасности дорожного движения на этом, на данном участке, и очень серьезного и неудобного выезда с АЗС, учитывая, что дорога Агумава у нас, выезд с рынка, получился как обездная дорога, и все люди выезжают оттуда, он просто более удобный, чтобы объезжать город. И когда этот поток весь пошел сюда, то с выезда сюда оказался очень безопасным. И необходимо светофорного объекта на данном участке. Дополнительные светофоры, металлические заграждения должны улучшить ситуацию. Сотрудники милиции первое время будут направлять всех пешеходов к подземному переходу. И, возможно, спустя время мы привыкнем к безопасному способу перехода на этом опасном участке дороги. Низ Фаршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.